Бытовая техника прошлого века и уникальная коллекция кукол. Сегодня в музее СССР новая экспозиция. Наталья Цопина увидела фильмоскоп и говорящую куклу Машу. Радиолы, фены различных модификаций, увлажнители воздуха начала 80-х, десятки единиц бытовой техники и все работает. Делали на века. До сих пор приборы развлекают, ухаживают, заботятся о здоровье. Значит, не испортим тебя фигуру. Вообще, как-то, что-то, что-то. Прямо массажируют, прям можно до костей. В музее СССР сегодня представляют ценные новогодние подарки. Гостя с таким презентом сразу на почетное место. Фильмоскоп. То есть, по нему показывали диафильм. Были такие специально. Вот я сейчас деткам рассказываю. Ведь раньше мультики показывали один раз в неделю 15 минут. Девчонки с нетерпением под елкой ждали кукол. У Ольги среди любимых была мальвина. Пять лет назад случайно встретила такую же на рынке. Купила у бабушки. С тех пор начала коллекционировать. Особенности есть у каждой. Например, одна отворачивается, когда ее кормят. Другая удивляет петелькой для бантика. Какие-то из кукол до сих пор могут сказать мама. Другие, как Машенька фабрики 8 марта, ответят на любые каверзные вопросы. «Нравится ли ей сниматься, например, она скажет, да. Ты волнуешься, Машенька? Нет. А кашу будешь кушать? Кашу буду. Ну, вот будет. А как это? Покажите, что там такое сзади? Кнопочки. Если мы нажимаем по очереди, она поворачивает голову. Если одновременно, то мотает. Сегодня на экскурсии те, кто учится в Центре профессиональной подготовки МВД России по Новосибирской области. Не для развлечения. Идет урок «Нравственно-этические нормы деятельности органов внутренних дел». В этом году по новым программам один из этапов изучения – посещение музеев Новосибирска. Сотрудники полиции отмечают – занятие прошло не зря. У меня впечатлила атмосфера. Многие вещи, которые я здесь видел, они нахлынули. То есть воспоминания из детства. Многие вещи до сих пор у нас в семье хранятся. Есть, пользуемся. Ну, ингалятор, соковыжималка, мясорубка. Также бритва имеется. Утюг. Знаете, я вот сегодня прям буквально увидела эту куклу и чуть не расплакалась. Такая кукла стояла в серванте у моей мамы. И она мне ее не давала играть. Она давала мне ее подержать в руках, посмотреть. Еще здесь были такие сережечки у нее. Давала подержать, посмотреть на нее и обратно ставила сервант. Сегодня есть возможность подержать в руках детство. Или узнать больше о родительской молодости. А может и вовсе с удивлением услышать, как жили люди в далекие советские времена. Наталья Цопина, Дмитрий Злобин. Новости ОТС.